Всем привет дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Ну что, ждали GTA 5? Её уже очень долго было, не то что даже онлайн GTA 5, а как вообще прохождение самой сюжетной линии с этими выходами нахрен, Волфенштейнами, Вечерами Третьими, да и вообще другими рубриками мы вообще подзабыли про GTA 5. Но, сейчас мы уже можем к ней вернуться и дальше проходить её. Я надеюсь вы ещё так же будете её смотреть, потому что игра действительно классная, по сути классная, как бы, ну, как классная, это же GTA 5, она не может быть не классной. Эта тачечка мне очень нравится, я её только заберу, потому что на начале прохождения я её украл, ладно, не буду брать, не купил, украл на улице, когда я играл за Франклина. Прокачал её на кусков так 100 тысяч баксов, сохранил её в гараже, вышел с игры, когда зашёл заново, её в гараже не было, она куда-то нахрен испарилась, она вообще пропала. Крутая тачка, вообще суперская, ну, прям, спорт машина, можно так сказать, она нахрен взяла и куда-то пропала. И хрень поймёшь, куда вообще мои 100 там или даже больше 1000 баксов, которые я потратил с Франклина, куда они вообще уплыли, уехали, я не знаю, честно, ребята. Ладно, знаете что, сейчас на этой тачульке мы быстренько поедем, я надеюсь, что быстренько, потому что, ну да, охренеть, как быстренько, главное не разбиться. Мы поедем к подготовительному заданию до нашего первого ограбления. Я, честное слово, не знаю, что нам сейчас нужно будет делать, в принципе, как мы только туда подъедем, нам там всё объяснится. Ой, ой, чуть не врезались. Ну, как я знаю, сейчас нам нужно будет выкрасть какой-то газ, это в каком-то там задании, что-то собрать свою команду и вот это всё. Зря я сюда, наверное, заехал. Расстреляйте двери фургона или уничтожьте его, чтобы добраться до груза. Вашу мать. Ребят, я так удачно сюда заехал, на вот эту автостраду, хотя никаким боком, никаким подскоком мне сюда не нужно было идти. Но, как вы видите, мини-карта вот так работает, что ты нажал не туда, точнее, хотя нет, туда. Туда, ребята, туда нам нужно. Действительно, вот сюда, только наш... Ааа, твою мать, наш фургончик уезжает в другую сторону. Как видите, и так не туда, то есть. Завело нас нахрен куда-то. Непонятно куда. Так. Пистолет у нас есть только... О, как раз мы прям... Мы могли даже туда не заезжать, фургон бы и так тут нахрен. Проехал. Ну да. В принципе, понятно, что... А что нам нужно? А давайте, знаете, что мы сделаем? Давайте мы просто убьем водителя, если мы, конечно, сможем, потому что почему-то мне кажется, что мы не сможем. Да, оно, наверное, бронированное, ребята. А как нам нафиг его убить, угнать, украсть или еще что-то? Плюс, плюс, за нами сейчас полиция ездит, уже две звездочки. Пока мы его нахрен украдем, то будет уже 10 звездочек. Ага. Украдите ящик. А. А, все норм. Норм, ребята, смотрите. Все отлично. Мы открыли задние двери. Ящик выпал. Я сказал, ящик выпал. Да, вот. Ух. Ну вот эта полиция сейчас нам не дадет... Не даст, точнее. Не дадет, что это вообще за слово. Не даст спокойно жить. О. У нас еще и охранники стреляют. И вообще, знаете, в нас вообще стреляют все, что движется и все, что имеет пистолет. У нас, наверное, оно будет все стрелять. Ну, давайте, как Супермен, быстренько выскочим с тачки. Быстренько поднимем вот ту хрень и, наверное, быстренько обратно запрыгнем. Я бы здесь нас не убью. Я бы здесь нас не убью. Ребята, вы понимаете ситуацию, что это даже не полицейский был. Нам удалось это украсть. Мы бы спокойно сбежали от полицейских. Но мы так неудачно выбежали на дорогу. Что нас сбил гражданский. Нас сбил гражданский. На машине. Потом еще несколько раз переехал. И убил нас. Рандом ты, конченный в этой гитаршке. Видите, ребята, что означает в игре рандом. То есть, хоть ты там, я не знаю, что делать, просто-напросто ты неудачно куда-то вылезешь, неудачно станешь куда-то на дорогу и все. И все. То есть, прям и все. Все. Тебя сбил рандомная машина и просто-напросто... Ага. Так. А вы в курсе, что у нас сейчас даже пистолета нет? Наверное, просто-напросто наш пистолет выпал, когда... Ну... Когда мы... Когда мы умерли? А где наш пистолет, нахрен? И что нам сейчас вообще делать? А я вообще не знаю, можно ли так открыть двери, если мы будем... Таранить его. То есть, вот сейчас, в предыдущий раз, когда я... Пытался, то... Я как бы стрелял много раз в этот фургон. Стрелял, 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 стрелял. И вообще, по сути, долбил этот фургон много раз. Ну, как бы... Ударял его много раз. Сейчас, по сути, когда у нас нету пистолета, что нам нужно делать? Я просто вот так переостанавливаюсь, чтобы скорость набрать и чтобы со скоростью в него врезаться. Я надеюсь, что так тоже можно фургон открыть, если в него... Много раз... Много раз его хреначить. Я надеюсь, что можно. Потому что, если нет... Ну, по сути, нам нужно заканчивать миссию, чтобы пойти и купить себе пистолет. Упс. Да иди ты сюда, я тебя нахрен передавлю. Упс. Ага, то есть... То есть, не обязательно его взрывать или еще что-то делать. Ну, не то, чтобы взрывать, а... Ударять, чтобы с него выпал вот этот пакет или что-то, ящик, да? То есть, просто можно его угнать, но... Угнать, да угнать. Но как мы сейчас на этой хрени огромнейшей? Как мы сейчас на ней вообще уедем от полицейских? Хотя, нет, я не помню, честно, ребята. Я не помню одну вещь. Когда мы приезжаем к лестеру, то можно даже приехать со звездочками. То есть, звездочки пропадут сами. И, как бы, погоня вообще нафиг от нас сама отстанет. Или сейчас нам нужно, ну, пару дней так тут кружлять по Лос-Антесу, чтобы от нас, наконец-то, отстали вообще полицейские. И чтобы мы спокойно могли добраться к лестеру, чтобы вообще нас никто не тревожил. Я не знаю, честно, ребята. Сейчас мы будем смотреть. Я бы, конечно, хотел включить первое лицо. Но, ребят, это не очень удобно, если честно. Тем более сейчас, когда мы убегаем от полицейских. Вот, еще нафиг, смотрите. Вот смотрите, смотрите. Вот этот дрифт нафиг. Нам нужно ехать 3 километра. Хотя, знаете, круто. Нет, не круто. Нет. Ой, твою мать, куда нам? Ну, вот сами, ребята, видите, что нас и так, и так переворачивают, разворачивают вот эти конченные полицейские. Это, во-первых. А, во-вторых, когда мы будем ехать от первого лица, ребята, мне кажется, что ситуация только улучшится, а только ухудшится, потому что мы ни хрена не видим. А это еще затородайка вообще нафиг, какой-то мусоровод. Твою мать, ну что такое, я невнимательный. А хотя, в принципе, мы и так можем поехать, что я парюсь. Ух, я не знаю, честно, ребят. О, а сейчас у нас есть пистолет. А когда он... Куда он вообще пропал тогда? Я как-то не имею понятия. Дайте ему... Вот, вот, что я хотел. Нафиг ему колеса попробовать, чтобы он, паскуда, даже за нами следовать не мог. Сейчас, ребята, хэп-шотики. Опа, убил. Убил, замечательно. Одного убил. Но зато у нас уже три звезды. Ох ты, ни хрена себе. Ох ты, твою мать! Да ладно. Я сейчас с ума сойду с этой миссией. Ну как они нахрен нас убивают? Ладно. А так спокойненько можно просто стоять. Здрасте, человечек. Мы мирные граждане. Мы ничего вам не сделаем. А, нет, все-таки полиция и так, и так, ребята. Полиция, по сути, и так, и так. Но сейчас только одна звездочка. Это уже радует. Но только если вот сейчас где-то полицейский тут нафиг нам появится... Будем надеяться, что не появится. Потому что одна звездочка, это не так и много. Если мы сейчас можем быстренько уйти от них, то, в принципе, и нас освобождает от этой... От этой сумасшедшей погони, которая нас будет преследовать. Опа, вот видите, там полицейский лучше все-таки нам развернуться и назад поехать. Потому что он может... О, все. Это так просто оказывается. Ух, нафига. Я парюсь, как не знаю, что... Мы можем даже его не стрелять в этот фургон. Мы можем его даже не таранить кучу раз. Нам даже не нужно убивать вот этого... Так, я правильно еду, вроде да. Нам даже не нужно убивать вот этого чувака. Нам нужно не хреначить в эту машину, чтобы открыть за ней дверь, и чтобы с этих дверей выпал какой-то ящик, чтобы нам его подобрать. Нам не нужно гоняться за ним, чтобы он попал в какую-то ситуацию, чтобы он вылез с машины, чтобы мы могли спокойно залезть в машину. Ну, как неспокойно? Чтобы он вылез с машины и начал нас стрелять, и хреначить. Ну, как бы защищаться вкратце. Чтобы мы угоняли тачку, и потом от двух-трех звезд убегали по целому Лос-Антосу. А просто-напросто встать. Здрасте, чувачок. Как у вас делишки? Открыть дверь, залезть. Убежать от одной звезды, мы прошли все задание. Если бы я знал, что это так просто, ребята, я бы не парился. Но, но, знаете, как всегда, ребята, что тяжело, оказывается очень просто. Что очень просто, потом оказывается, что очень тяжело. Это как всегда. Да, давайте сохранимся. Выполнено. Замечательно. А, газовые гранаты, да. Я вспомню. Круто. А, у нас есть еще одно задание. Давайте я сейчас посмотрю, сколько длится эта уже серия. В принципе, ребята, мы можем еще одно задание пройти. Только нам нужно какую-то машиночку взять. Скоро. О, Лес, у нас есть какие-то хорошие гранаты. А, хорошо. Когда мы имеем контрольную пищу, мы готовы, чтобы идти. Я в этом... Вы там разговариваете. Я пока что машиночку себе пригляжу. Давайте, например... Да, хрен его знает. Давай... Свою мать. Ладно, пока ты там валяешься, Майкл, ты там охлаждаешься. Мы поедем в... Аэропорт и... И, 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 и что-то там украдем. Опа, это что за машиночка? Это вроде вообще крутая. Хотя нет, это какашка. Мне она не нравится, если честно. А знаете что? Стоять. Стоять, чтобы нас не сбили. Вот это машина крутая. Мы как раз идем куда-то на аэродром. И почему-то мне кажется, что там будут крутые перестрелки и много чего нам там нужно будет сделать, уехать и, в принципе, вообще взять такую машину, которую не так уж и просто прострелить пулями, потому что это, видите, какой-то мини-танк нафиг. Что очень плохо, у нас 7 баксов. Вот смотрите, я даже вам покажу. 7 баксов. Мы потратили все баксы на тюнинг нашей машины, которая как бы записана на Майкла, да, то есть вот та у дюха, ауди, которая стоит возле нашего дома. И у нас не осталось ни цента для того, чтобы купить себе какое-то нормальное оружие хотя бы. Сейчас у нас есть пистолет, чтобы купить, но себе хотел бы самый дерьмовенький. Вообще, так приукрасили, дерьмовенький какой-то автоматик. Сейчас мы, ребята, только бегаем с пистолетом. А бабло, это же вам не Сан-Андрес, тут бабло не дается за каждую прошедшую миссию. То есть прошел какую-то любую миссию, на тебе там пару тысяч баксов. То есть за то, что мы украли машину с газовыми бомбами, нам никто бабло не даст. То есть это логично, да. Мы это крадем для дела. Когда мы провернем это дело, вот за дело нам тогда, может, кто-то что-то какой-то бабло и даст. Да, хотя бы там пару тысяч. Поэтому, ребята, нам нужно выполнять хотя бы сейчас задание. Это вроде... Да, это первое мы только что прошли, первое подготовительное задание. Мы вроде даже уровень стрельбы себе увеличили. То есть там было 40, вроде он стал 60 или там 80, я не его знаю. Но, короче, стрельба у нас стала лучше. И сейчас мы едем, как я понял, куда-то на... Не на, ребята, а на какой-то аэродром, аэропорт или хрен его знает что. Или это... Нет, это просто обычный под мостом. Какая-то хрень будет, какие-то разборочки. Ну, в какой-то степени я хочу разборочки, чтобы был хотя бы небольшой экшен. Но в другой степени я не хочу, потому что у нас даже нету никакой пушечки. Угоните и перегоните в нужное место фургон... ...Багстарс. Твою мать. Приветики. Я вам не мешаю. Я надеюсь, что нет. Идите вы в жопу. Твои ребята получат в новом эфире. Звучит 9-1-1. Звучит 9-1-1. Звучит 9-1-1. Звучит 9-1-1. Потому что если ты не угомонишься, я тебе сейчас придавлю и... Ну, две звезды, ребята. Две звезды, две звезды. В принципе, это ясно, да? Просто так нас не отпустят. И поэтому сейчас нам нужно уходить от полиции. И это, как всегда, будет скучно, долго, нудно. И если нас еще будут ловить кучу, кучу раз, то это вообще охренеть можно будет. Но я не очень хочу, чтобы нас заметили. Я как можно попытаюсь, ребята, как можно быстрее спрятаться. И было бы круто, если бы это у нас удалось. Хотя я тут не вижу ни малейшего места, где бы можно было тут спрятаться. И, как всегда, мы сейчас тут круг намотаем. И нас там запалят, как это обычно бывает. Вот видите, чурка уже разворачивается. Чурка что-то заподозрила, что за спиной что-то там творится. Ага. И с другой стороны на нас уже едут. Зашибись. Твою мать! Ну ты, нахрен, прям соколиный глаз какой-то. Скоро стояние нас смог запалить. Ух, одна звезда, ребята. Ну будем надеяться, что у нас получится убежать уже две звезды. Твою мать! Не успел сказать, что у нас одна звезда, как сразу же две появились. А сейчас вообще три, нахрен, сразу же так. Я не вижу, куда тут можно вообще заныкаться. Как вы сами видите, выбор тут не очень такой большой. А какое вообще самое удобное место, чтобы спрятаться вообще в GTA от погоды? Это же, конечно, шахты метро. Или какие-то мосты высокие, где ездят поезда, где милиция вообще не имеет области, чтобы посмотреть, что там творится. То есть она даже не додумается туда посмотреть. И было бы круто, если бы вот сейчас это так и произошло, чтобы она даже не посмотрела, что тут у нас происходит. Давайте мы-то лучше сейчас завернем сюда направо. Или хотя... Хотя ему погрин, он там на соседней улице едет. Ух, вертолет! На две звезды вертолет! Так он же вроде только на три звезды. А, хотя погрин, но уже убежал. Хух, хух, хух. И, в принципе, нам даже недолго ехать осталось. Поэтому, ребята, мы сейчас быстренько туда доедем. И знаете что? Хотя не, не-не-не, это уже будет долго. И давайте уже ограбление отложим на следующую серию. Это как бы подготовительное, да? То есть мы выполнили... Ну, я надеюсь, что выполнили. Сейчас мы быстренько туда доедем. Два подготовительных задания. В следующей серии мне так уже кажется, что... Ну, уже начнется ограбление. Мы украли машину, на которой мы как бы подъедем туда. Да, мы украли газовые бомбы. Как бы мы закинем, они все уснут, да? А, нет! Там же вроде еще мотоцикл нужно, чтобы потом на мотоциклах убежать. Через шахты метро, если я помню. Я давно проходила игру, ну, как бы на консолях все, наверное, его проходили. И, наверное, там нужно будет убежать через шахты метро на мотоциклах. И это, наверное, нам еще тоже нужно будет сделать. Еще посмотрим, что он скажет. Лестер, у нас есть пест-контрольный ван. А, тогда у нас есть все, что мы нужны. И они приехали в домашнюю? И мы получим это в мотоцикл. Не, ребята, все, мы можем начать уже начать. Твою мать, я не хотел. В принципе, на этом, ребята, мы уже будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, вступайте в нашу банду крутых персов. У меня также есть банда в GTA 5. Ссылочка в описании на мою банду. Можете вступать и, в принципе, присоединяться ко мне в игру. Как это называется? Сеть. Ну, короче, закрытую сессию, да. В сессию, когда я буду играть в GTA Online. Присоединяйтесь, и я буду очень рад с вами вместе поиграть. Ссылочка в описании. Всем-все за просмотр. Всем удачи. Всем пока.